Здравствуйте! Сегодня речь, основанная на сторожевой башне за 15 марта 2015 год. Статья для изучения. Речь называется «Овцы и козлы». Статья для изучения называлась «Верно поддерживайте братьев Христа». Подзаголовок в этой статье, как уточнялось наше понимание. Понимание об овцах и козлах. Итак, в четвертом абзаце записано понимание 1881 года. Здесь сказано, что в 1881 году в Сионской сторожевой башне было сказано, что сын человеческий, также названный царем, это Иисус. Иисус. Несомненно. Будут все считались братьями Христа в 1881 году. Вот какое понимание было. Итак. Сейчас хочу сделать заявление. Понимание 1881 года не нуждалось в уточнении, потому что было основано на Божьем Слове. Это понимание было истинным. Сейчас приведу библейское основание. Библейское основание это Луки 12 глава. 32 стих. Здесь сказано, не бойся, малое стадо, потому что вашему Отцу было угодно дать вам царство. Иисус называет тех, кто получит царство Бога, кто пойдет на небо, царствовать с Ним, малым стадом. Значит, есть большое стадо. Те, которые не пойдут на небо, значит, они большое стадо. Второй библейский стих. Иоанна 10, 16. У меня есть и другие овцы, не этого загона. Их я тоже должен привести. Они услышат мой голос, и будет одно стадо и один пастух. Вот Иисус здесь сказал, что у Него есть овцы из другого загона. Не только этого, но из другого загона. И Иисус называет, имеет в виду, что у Него и в том загоне, и в этом загоне это овцы. Иисус не разделял последователей на братьев и овец. Он сказал, что у Него два стада овец, два загона овец. И те, и другие это овцы. И то, что Иисус сказал, они станут одним стадом в будущем когда-то. Это показывает, что все они и овцы, и братья. Вот. Уточнение. А, еще. То, что они станут одним стадом, это подтверждает еще одно понимание, которое я открывал в прошлом. То, что помазанники вернутся на землю. Для того, чтобы стать одним стадом, и помазанником, и тем, кто на небе будет, и те, кто на земле, последователи Иисуса. Чтобы стать одним стадом в будущем, нужно либо тем, кто остался на земле, пойти к тем на небо. Либо тем, кто на небе, вернуться на землю. Только так они могут стать одним стадом. Что говорит Библия? Пойдут ли те, кто на земле, к тем, встал 44 тысяч, на небо? Библия этому не учит. А учит ли Библия, что те вернутся на землю? Учит. Откровение, 21 глава, 2 стих. «Также я увидел святой город, Новый Иерусалим, сходящий с неба от Бога и приготовленный, как невеста, украшенная для своего жениха». Новый город Иерусалим – это есть как раз 144 тысячи. Кто хорошо знает Библию, тот поймет, что я говорю правду. Здесь сказано, что он сходит с неба от Бога. Куда сходит? В третьем стихе написано. «Вот шатер Бога с людьми, и он будет жить с ними. К людям сходит, люди живут на земле. Значит, город 144 тысячи, а не вернутся на землю». Иоанна, 10 глава, 16 стих, то, что они станут одним стадом, подтверждает это учение. Итак, какое было уточнение этой притча об овцах и козлах? Смотрите, пятый отзад. В стражовой башне от 15 октября 1923 года говорилось, что Сын Человеческий – это Иисус. Несомненно. Также мне на основании Библии, интересно, на каком таком основании Библии там, объяснялось, кого представляют братья Христа и овцы. С ней уточнялось, что братья Христа – это те, кто будет править с ним на небе, а овцы – те, кто будут жить на земле под правлением царства Христа. Вот как он разделил последователей Христа. Те, кто на небе, говорит, – это не овцы. А те, кто на земле, – это уже не братья. Вот какой раб. Вот как он делит. Так, ладно. Разделил. Это было в 1923 году. Сегодня какое понимание? Смотрите, седьмой отзад. Сегодня мы ясно понимаем притчу об овцах и козлах. Мы знаем, о ком в ней говорится. Сын Человеческий или Царь – это Иисус. Несомненно. А его братья – помазанные духом мужчины и женщины, которые будут править с Христом на небе. Овцы и козлы символизируют людей из всех народов, и они не помазаны святым духом. Вот так. Овцы, говорит, – это то же самое, что козлы, потому что они не помазаны святым духом. Вот как он разделил. Те, кто на небе, – это братья. А те, кто на земле, – это овцы, такие же, как и козлы, потому что они не помазаны святым духом. Вот что он пишет. Да посмотрите, послушайте. Ну, я вам, знаете, что скажу? В Римлянам, восьмой главе, девятом стихе, Иегова, Бог, так как Божье Слово, Иегова, Бог дал нам такую информацию, такую. Восьмая глава, девятый стих. Но вы живете не по плоти, а по духу, если дух Бога на самом деле обитает в вас. Но если кто не имеет духа Христа, то он и не принадлежит ему. То есть, те, кто не помазаны, они не принадлежат Христу. Это все козлы. Пускай даже они в овечьих шкурах, но это козлы, потому что они не помазаны святым духом. Кто не имеет духа Христа, тот ему не принадлежит. Можно их и не отделять, потому что не пойдут они за Христом, не будут они с Христом, не будут они в одном стаде, пока не станут овцами. Пока они не помазаны духом, это козлы в овечьих шкурах или без, но это козлы. И эти овцы, козлы в овечьих шкурах, они принадлежат не Христу, а руководящему совету. И поддерживают они не братьев Христа, а похожих на упрямых козлов-вождей, о которых написано в Захарии, 10 главе 3 стихе. Захария 10 глава 3 стихе Мой гнев разгорелся на пастыре, и вождей, которые похожи на упрямых козлов, я призову к ответу. Первая часть Братьев Христа в организации сегодня нет. Когда человек помазывается Святым Духом, он начинает видеть у Иерусалим в окружении военных лагерей. Это то, о чем написано в Луке 20 главе. Луке 20 глава, 21 стих. Луке 21 глава, 20 стих. Когда вы увидите Иерусалим в окружении военных лагерей, тогда знайте, что приблизилось его опустошение. В окружении военных лагерей. В каждом собрании свидетелей Голы есть совет старейшин. Это военные лагеря. Народ Бога сегодня находится в окружении таких лагерей. Так же, как военные, они дают присягу на верность. И после этого они обязаны выполнять любой приказ вышестоящего военачальника. Любой. Неважно, какой они должны выполнять приказ. То же самое старейшины чувствуют сегодня по отношению к руководящему совету и его верному рабу. Они верят, что верный раб всегда прав. Они верят, что все учения верного раба, которые они читают в Сторожевой башне, они верят, что это истина. Почему такое сложилось? Потому что верный раб требует исключительной преданности по отношению к себе. И при этом он думает, что он подражает Богу. Почему? Потому что Егова, как сказано в исходе 20 главе 5 стихе, Егова Бог, требующий исключительной преданности. Поэтому руководящий совет, он думает, что раз он подражать должен Богу, он тоже требует исключительной преданности по отношению к себе от каждого последователя Иисуса Христа. Еще в Псалме 103, 13 стихе сказано, «Как отец милосерден к сыновьям, так и Егова милосерден к боящимся его». Точно так же верный раб, он тоже милосерден к тем, кто его боится, и кто проявляет исключительную преданность по отношению к нему, он тоже к ним милосерден. Он наделяет таких людей властью, и они становятся частью верного раба. Поскольку старейшие настоящие у власти в собраниях свидетелей Иеговы проявляют исключительную преданность верному рабу, они также требуют это от каждого члена собрания. У большинства в христианском собрании это не вызывает подозрений. Но время от времени Иегова выбирает человека и помазывает его Святым Духом. И такой человек начинает понимать, что поклонение верному рабу, оно противоречит учению Христа, и учению апостолов, и духу Моисеева закона. Помазанник начинает замечать, что верный раб, он отклоняет Божье Слово, для того, чтобы сохранить свое Слово, которое он написал в Сторжевой башне. Марка, 7 глава, 9 стих. Марка, 7 глава, 9 стих. Затем он сказал им, ловко вы отклоняете заповеди Бога, чтобы сохранить свои традиции. Как они отклоняют заповеди Бога? Вот, например, сегодняшнее понимание о притче, об овцах и козлах. Библия учит, что у Иисуса два стада овец. И все эти овцы, они все братьями друг к другу приходятся. И Христу даже они братьями приходятся. Все оба стада. Но этот раб разделил, те, кто пойдет на небо, это не овцы, это братья. А те, кто на земле, это не братья, это овцы. Вот как он разделил. Получается, он отклонил то, что написано в Божьем Слове, для того, чтобы сохранить то, что написал в Сторжевой башне. Второй пример. Откровение. 20 глава, 5 стих. 20 глава, 5 стих. Остальные из мертвых не ожили, пока не окончилось тысяча лет. Библия учит, что остальные мертвые не оживут, пока тысяча лет не окончится. Этот раб что делает? Этот раб отодвинул то, что написано в Божьем Слове, и говорит, что в тысячелетнем правлении воскреснут все мертвые, станут совершенными, и после тысячелетнего правления выпустят сатануну, чтобы он испытал этих ставших совершенными мертвых, которые воскреснут в тысячелетнем правлении. Вот. Таким образом, Библию отодвинул, и свое, написанное в Сторжевой башне, чтобы стояло. Третий пример, пожалуйста. 1 Тимофеев. 2 глава. 6 стих. Здесь сказано, что Иисус отдал Себя как соответствующий выкуп за всех, о чем должно быть засвидетельствовано в свое время. Библия учит, что Иисус заплатил Себя, отдал выкуп за всех. Исключение не написано. Адам и Ева – исключение. Они не будут воскрешены. Такого не написано. Ну, а этот раб в Сторжевой башне написал, что Адам и Ева не будут выкуплены. На чем основал? Где написано, что они не будут? Он говорит, Адам и Ева не будут воскрешены. Как это не будут? Как это не будет? Сейчас приведу пример. Евреям 9.27. Здесь сказано. Людям и как людям предстоит умереть один раз, а потом суд. Бог сказал, что люди, умершие один раз, а потом должны предстать перед судом. Вот Бог в своем слове так сказал. Этот раб отодвигает то, что написано в Божьем слове и дает Сторжевую башню. Адам и Ева не будут воскрешены, потому что они уже уничтожены в Гиене. Несмотря на то, что они умерли один раз, и по Божьему слову они должны воскреснуть и предстать перед судом. А Он говорит, не воскреснут и не предстанут перед судом, потому что уже в Гиене. Где написано? Отодвинул все, что хотел, все отодвинул. Так. Ну, что я хочу сейчас привести пример. Помните царь нечестивый Ахаз? То, что написано во втором царе. Второй царе. Шестнадцатая глава. Нечестивый израильский царь Ахаз. Из десятого стиха по шестнадцатый стих написано, что царь Ахаз пошел в Дамаск встретиться с Иглафилосаром, царем Ассирии. И в Дамаске царь Ахаз увидел жертвенник и послал священнику Урии изображение жертвенника и описание его устройства. Ммм, священнику послал. И священник что сделал, как вы думаете? Священник Урия построил жертвенник по всем указаниям, которые прислал из Дамаска царь Ахаз и закончил его до того, как царь вернулся из Дамаска. Когда царь приехал из Дамаска и увидел жертвенник, он подошел к нему и принес на нем приношение. Он сжег свое всесожжение и хлебное приношение. Вылил свое питьевое приношение и окропил жертвенник кровью своих мирных жертв. А медный жертвенник, который стоял перед Иеговой, он передвинул с места перед домом, где тот стоял между его жертвенником и домом Иеговой, и поставил с северной стороны своего жертвенника. Затем царь Ахаз велел священнику Урии, сжигая на большом жертвеннике утреннее всесожжение и вечернее хлебное приношение, всесожжение царя и его хлебное приношение, всесожжение всего народа этой земли и его хлебное приношение, и питьевые приношения, окропляя жертвенник всей кровью всесожжения и всей кровью жертвы. А как быть смирным жертвенником, я еще подумаю. И священник Урия делал все, как велел ему царь Ахаз. Вот какой отрывок. Царь Ахаз. Можно не сомневаться, что царь Ахаз приносил в жертву чистых животных. Без изъянов. По всем правилам Моисеева закона. И с мукой, и с вином, и с ладаном. И кровь всю выливали, и жир весь сжигали. Но жертвенник другой был. Жертвенник Иеговы он передвинул. Он его не выбросил. Нет. Но он перестал им пользоваться. Он построил другой жертвенник и стал приносить на нем. Вот подумайте, были ли угодными Иегове такие жертвы. И это никого не беспокоило. Главное, что царю были угодны такие жертвы. Кому служил священник Урия? Иегове? Нет. Священник Урия сам лично построил новый жертвенник. И делал все, что скажет ему Ахаз. Сказал Ахаз. Священник Урия служил царю Ахазу. Ахаз кому служил? Иегове. Ахаз служил сам себе. Он делал то, что ему нравилось. Хоть по всем предписаниям, но жертвенник ему Иегова не понравился. Он построил свой жертвенник. Сегодня руководящий совет, он старается приносить Иегове жертвы угодные, проповедуя благую вещь, отыскивая учеников, как учил Иисус. Но понимание, которое ему учит Библия, оно ему не нравится. Он свое понимание, печатаясь в стражевой башне, создаёт и проповедует, отодвигает. И вот они продолжают приносить жертвы, пользуясь своим пониманием из стражевой башни. Не то, которое в Библии написано, а из стражевой башни. Своим пониманием. Вот угодны ли Иегове такие жертвы? Подумайте. Руководящий совет это царь. А священники это те, кто считается у них помазанниками сегодня в организации. И даже те, кто не считается помазанниками, кто не хочет идти на небо, но тесно сотрудничает с руководящим советом, с царём. Они тоже у них считаются священниками. И все они поклоняются верному рабу, идолу, которого они создали. Для того, чтобы в отдалённых собраниях каждый новый член собрания имел возможность поклониться верному рабу, в каждом собрании есть совет старейшин, который тоже является частью верного раба. Этот идол, он живой. Он растёт. Каждого мужчину в собраниях побуждают стремиться к назначениям, то есть к власти. Предоставить себя верному рабу и таким образом стать его частью. И таким образом этот идол, он растёт всё время. В 1 Коринфянам 12 главе апостол Павел сравнивает тело Христа. Не сравнивает, а он сравнивает, да, тело Христа. Он говорит, что тело Христа, оно состоит из христиан, из отдельных. То есть собрание христиан – это и есть тело Христа. В 12 главе 1 Коринфянам. А во 2 Фессалоникийцам, 2 главе, 3 и 4 стихе, апостол Павел говорит о другом теле. Он говорит, что в храме Бога сядет человек беззаконие. Он будет называть «выдавать себя за Бога». Это уже совсем другое тело. Христос, Он никогда не выдавал себя за Бога. А здесь, в Божьем храме, сядет беззаконник, который будет выдавать себя за Бога. Вспомните, Моисей, Он вывел народ Бога из Египта, из рабства. Бог через Моисея дал законы Своему народу. Но ко времени, когда родился Христос, появился, начал служение на земле, во главе народа стояли фарисеи. Иисус сказал о них, что ваш отец – дьявол. Был ли это народ Бога уже, Израиль? Иегова отверг его. Иегова избрал новый народ, новый духовный Израиль. Теперь, вспомните, через Рассела Иегова вывел свой народ из Вавилона Великого. Из рабства Вавилона Великого. Рассел, Он показал путь, но Он умер, не приведя народ в землю. Он умер, потому что человек несовершенный, быстренько умираемый. Да, народ Бога Он вывел, но землю еще не привел. И посмотрите внимательно, кто сегодня стоит во главе народа. Кого вы поддерживаете? Статья эта называлась «Верно поддерживайте братьев Христос». Вот посмотрите, кого вы поддерживаете? Чьих братьев? Спасибо за внимание. Продолжение следует...